Тогда мы начинаем. Для тех, кто у нас только что подключился, я коротко представлюсь. Меня зовут Ульянов Олег, я живу в Испании, сам я родом из России. По профессии, основная моя профессия – юрист. С 2010 года являюсь постоянным клиентом компании Global Intergold. За это время прошел путь от нуля до топ-лидера компании. Сегодняшнюю конференцию буду проводить я. И еще раз давайте проверим с вами звук. Поставьте плюсики, либо оценку, чтобы я был уверен. Так, все окей, звук есть. Ну что ж, на время презентации я отключу чат, чтобы вы не отвлекались на текст. Больше сосредоточились на информации. Также я периодически буду отключать свое видео, чтобы вы на меня не отвлекались. По завершении основной части я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Поэтому, если у вас есть вопросики, в конце вы их зададите и, уверен, получите достойные ответы на все-все вопросы и пожелания. Итак, дорогие друзья, ну что ж, тогда мы начинаем. Итак, сегодня у нас речь пойдет о деньгах. Мы будем говорить о деньгах. Это для многих очень любимая тема – деньги. Это всем интересно. Мы будем с вами говорить о золоте. Мы с вами будем говорить об инвестициях. И в самом начале, чтобы было понятно, о чем пойдет речь, я буквально несколько слов скажу о самой компании Global Intergold. Что это за фирма, чем она занимается. Это торговые предприятия, которые работают на мировом и европейском рынке с 2010 года. Занимается это предприятие торговлей физическим золотом в слитках, плюс предлагает своим клиентам инвестиции в свои собственные ценные бумаги. Каким золотом торгует компания? Это инвестиционное золото высшего качества, ведущих европейских производителей. У нас есть слиточки, давайте я вам покажу. То есть здесь у нас наши слиточки, я вам покажу в реальности. То есть тот, кто у нас сегодня первый раз на конференции. У нас есть слиточки германского производства, Хераелус выпускает. У нас есть слиточки швейцарские, вот так они выглядят. И есть у нас, конечно, слиточки производства Global InterGold. То есть вот такие слиточки, которые компания продает, выпускает и продает уже под своим брендом Global InterGold. То есть золото высшего качества, сертифицировано, все как полагается. То есть вот таким золотом, собственно, торгует компания Global InterGold. Для нас, для клиентов весь сервис представлен в интернет-магазине, онлайн-магазин. Любой человек может сюда зайти, сделать для себя заказ, купить себе золото. Пожалуйста, любые слиточки весом от 1 до 100 грамм можно в магазине приобретать. То есть как обычный онлайн-магазин, выбрали, что хотите купить, отложили в корзиночку. Пожалуйста, сделали заказ, оплатили, все нормально. Приобретенные слиточки находятся у клиента в хранилище. То есть он их видит, что он приобрел, по какой цене и так далее. То есть все отображается в хранилище. Полученное золото клиент может получить по почте. Пожалуйста, здесь есть функция оформить доставку. Могу сказать, что в большинство стран мира доставка по почте работает великолепно. В некоторые страны мира, к сожалению, доставку почтой компания не производит. По причине того, например, скажем, Россия, страны СНГ, туда почтовой доставки нет, потому что, например, в России, конкретно по России скажу, к сожалению, нормативные акты запрещают, то есть на уровне, скажем, законодательной базы, прямой запрет на почтовую пересылку драгметаллов и бриллиантов. То есть, чтобы не вступать в конфликт с законодательством, в эти страны интернет-магазин золото клиентам, к сожалению, не отправляет. Значит, что в этом случае можно порекомендовать? То есть здесь проблем никаких нет. Можно свое золото, приобретенное, либо заработанное, забрать лично, либо по доверенности. Проблем никаких нет. У нас есть несколько офисов в Европе. Пожалуйста, можно приехать и забрать. Свободный ввоз и вывоз золота. Пожалуйста, то есть забирайте, перевозите, никаких проблем нет. Иногда, конечно, попадаются в интернете странные люди, ну, скажем так, безграмотные, которые утверждают, что якобы, ну, раньше говорили, что у вас и золота нет, теперь успокоились на эту тему, золото, оказывается, есть, но теперь они говорят, якобы его ввести нельзя. Ну, это полный абсурд. Можете этим людям показать, вот, пожалуйста, перед вами нормативные акты, которые четко регламентируют свободный ввоз и вывоз золота. Пожалуйста, то есть можете ссылаться на это. Плюс для тех, кто, скажем, планирует завозить золото, допустим, в Россию, в страны СНГ, тоже, я думаю, вот такие, скажем, нормативные акты лишним не будут. На случай, если у вас на границе какие-то вопросы начнут задавать. Пожалуйста, можете свободно ввозить, вывозить. Никаких проблем с этим нет. Есть ограничения на беспошлиный ввоз. Допустим, конкретно по России можете беспошлино и без налогов вывозить золото в слитках на сумму не более 25 тысяч долларов. То есть на такую сумму без налогов, без НДС, без пошлины. Пожалуйста, ввозите. Что свыше этой суммы надо будет заплатить налоги родному государству. Поэтому, когда будете планировать ввоз, рассчитывайте так, чтобы за один день ввозить золото не более чем на 25 тысяч долларов. Допустим, знаю по Украине, специально посмотрел, у них также не поменялось ничего в нормативной базе. У них можно ввозить в Украину. Подчеркну, в Украину можно ввозить в количестве 500 грамм до 500 грамм без пошлины, без налогов. То есть если в России на сумму в эквиваленте 25 тысяч долларов, то в Украину до 500 грамм, пожалуйста, без налогов, без пошлины. Я вам рекомендую записать, либо найти в интернете вот эти нормативные акты, распечатать, и пусть они у вас всегда будут где-то по-другой. То есть лишним это точно не будет. Итак, идем далее. У нас огромное количество клиентов, кто получал свое золото и по почте, забирали и в офисах, и так далее. То есть огромное количество таких клиентов из разных стран. В интернете у нас уже, наверное, тысячи, если там не десятки тысяч фотографий наших счастливых клиентов. Огромное количество видео на этот счет. То есть все это абсолютно реально, все это работает. То есть работает безупречно. Итак, вернемся назад к хранилищу Сильдкоп, то есть где клиент видит свое золото. Также там есть возможность оформить продажу. Очень удобная функция, на мой взгляд, потому что она позволяет делать все операции онлайн. То есть не нужно быть привязанным к чему-то, то есть достаточно, что у вас есть под рукой, допустим, телефон, либо ноутбук, планшет и доступ в интернет. Значит, чем этот функционал удобен? Можете это золото тут же продать, прям мгновенно, да, то есть займет это несколько секунд. И вывод денег сделать либо на свой банковский счет, на карту, или через биткоины. Да, пожалуйста. То есть это уже реальные деньги переводите на свой банк. Особенно, подчеркну, у нас есть возможность пока еще работать с биткоинами. То есть компания идет в ногу со временем, да, и вот эту возможность также для клиентов дает. Ну, несмотря на то, что биткоин, в общем-то, падает существенно, скорее всего, он скоро умрет совсем. Поэтому для тех клиентов, у кого есть биткоин или возможность проконвертировать какие-то криптовалюты в биткоин, пожалуйста, у нас такая возможность есть. То есть можете и оплатить свой заказ, свою программу биткоинами, и сделать вывод на свой биткоин-кошелек. То есть у нас эта возможность есть. И могу отметить, что достаточно много клиентов этой возможностью пользуется. Ну, особенно сейчас, когда биткоин действительно падает. Следующий важный момент, коротко мы о нем уже говорили, что компания предлагает инвестиции в свои собственные ценные бумаги. Этим занимается отдельное специальное подразделение, отдельная компания Geek Capital. Она занимается только ценными бумагами, только инвестициями. Значит, что здесь интересного именно вот в этой части касательно ценных бумаг? По золоту, я думаю, понятно. А вот по ценным бумагам это совершенно новая программа. Работает она чуть более года. И предлагает клиентам очень хорошие возможности для инвестирования. Именно для инвестирования. Не для спекуляций, не купи-продай, нет. А именно для такого среднесрочного инвестирования. Какие плюсы? За прошедший год, вот пока работает программа, ценные бумаги поднялись в цене с 10 евро до 30 евро. То есть плюс 200 процентов наши клиенты получили доходность только на росте ценных бумаг. Значит, следующий интересный плюс. После конвертации ценных бумаг в акции компании, наши клиенты становятся, то есть наши инвесторы становятся акционерами компании, соответственно, со всеми правами. То есть получают право на дивиденды и так далее. И еще один важный интересный момент. То есть, собственно, для чего это? Есть ли смысл покупать эти ценные бумаги? То есть, допустим, купить акции Газпрома. Ну да, это всем понятно, Газпром известные компании. Купить акции Amazon, Microsoft и еще чего-то. Это известные компании. Наша компания может быть не так широко известна пока еще. Но, тем не менее, она уже хороший результат показывает. А самое интересное, самое интересное, что на сегодняшний день, согласно финансовой отчетности и заключению аудитора, стоимость чистых активов компании Geek Capital оценивается в 850 миллионов евро. И сейчас, сейчас, самая-самая уникальная возможность, да, вот от этого пирога в 850 миллионов евро, сколько стоит сейчас компания, есть возможность получить свой кусок. У кого-то этот кусок будет большой, у кого-то поменьше, не принципиально. Вот сейчас, как раз до момента конвертации, до 2020 года, вот эту возможность можно прекрасно использовать. Сам пирог, как я вам сказал, 850 миллионов, столько стоит компания. Становясь акционером, вы получаете свою долю. Какая это будет доля, это уже зависит от вас. То есть, времени у нас еще осталось, с одной стороны, не очень много, с другой стороны, не очень мало. Поэтому успевайте, пожалуйста, дорогие друзья, дорогие коллеги, откусить вот этот свой замечательный кусок от этого почти миллиардного пирога. Итак, что еще интересного предлагает компания? Здесь есть своя партнерская бонусная программа, которая позволяет очень хорошо зарабатывать. Значит, в чем, собственно, плюс, да, в чем дополнительные фишки этой программы? Те, кто начинал программу свою, ну, скажем так, достаточно давно, допустим, как я в 2010 году, там, или, может быть, чуть позже, эти наши клиенты помнят, что у нас всего было два источника дохода. То есть, это была программа по получению слитков и лидерская карьера, всего два. Сейчас у нас семь источников дохода, семь, да, то есть, что у нас, какие источники дохода? 12% годовых, количество ценных бумаг добавляется, один источник дохода. 6% годовых бонусов, то есть, совсем недавно компания начислила всем инвесторам, всем клиентам, это 6% годовой бонус, тоже очень приятно, такой хороший довесочек к партнерской программе. Далее, у нас очень хорошие высокие начисления в программе «Фрактал», вот именно по ценных бумагам, то есть, 10 ценных бумаги, золотые слитки, лидерское высокие начисления в программе «Голдсет» касательно золота. И вот эти три, вот эти сейчас, лидерская карьера, это самые основные, то есть, это самый большой и самый эффективный источник дохода здесь в партнерской программе, именно лидерская карьера. То есть, если раньше по лидерской карьере мы получали только, скажем, из одного источника, сейчас их гораздо больше, вот, то есть, сейчас, конечно, компания предоставляет колоссальные возможности для своих клиентов, просто колоссальные возможности. Итак, с чего начать новичку, чтобы заработать быстро свою первую тысячу евро? Итак, есть два варианта. Можно использовать каждый из них по отдельности, можно использовать сразу оба вместе, и я рекомендую использовать оба сразу. Почему? Да, вы видели уже, семь источников дохода. Кто-то воспользуется одним, кто-то двумя, кто-то сразу семь будет использовать. То есть, если есть возможность использовать сразу все, почему бы это не делать? Так вот, я рекомендую использовать сразу две возможности прямо со старта. Значит, я объясню, почему, а как именно для вас это будет подходить, это уже вы будете решать сами. Я объясню, почему, лучше сразу две. Итак, у нас есть программа Gold Set по зол, есть программа Fractal по ценным бумагам. И ту, и ту можно использовать, а лучше использовать сразу две вместе. Смотрите, программа Gold Set, слева столбик идет вверх, да? Старт 450 евро, 7-8 партнеров в структуре, первую тысячу евро бонусов вы заработали. Программа Fractal точно так же. Старт 450, 7-8 партнеров в структуре, свою первую тысячу вы заработали. Итого у вас две тысячи. Скажем, если вы берете одну программу, у вас будет в два раза меньше. А так, пожалуйста, две тысячи. Со временем, да, ваша структура, ваша команда разрастается. То есть, обратите внимание, 7-8 партнеров в структуре, и вы уже тысячу евро заработали, да? Соответственно, с двух стартовали две тысячи. Структура разрастается. Примерно 50 партнеров в структуре, вы еще заработаете 6 тысяч в Gold Set, 6 тысяч еще и в программе по ценным бумагам. Еще плюс 12. То есть, было две, плюс еще 12. 50 партнеров всего лишь в структуре. То есть, это немного. 50 партнеров в структуре, и вы уже заработали там первые 14 тысяч евро. Далее, у вас еще разрастается структура, примерно 70-75 партнеров. И у вас открывается вот тот самый, самый значимый, самый большой источник дохода. Здесь это лидерская карьера, лидерская программа. Это то, к чему надо стремиться новичку сразу. Сразу ставить себе цель 70-75 партнеров в структуре, чтобы как можно быстрее зайти в лидерскую программу. Потому что лидерская программа – это та самая возможность, классная, великолепная возможность получать пассивный доход. Пассивный доход. То есть, вы работаете меньше, а получаете больше. Вот что дает лидерская карьера. Итак, обратите внимание, 70-75 партнеров в структуре. Вот такую цифру сразу для себя ставьте, те, кто у нас сегодня первый раз, чтобы вам зайти в лидерскую карьеру. Что это дает в цифрах? Давайте посмотрим. Не буду голословным, сразу приведу скриншоты. То есть, скриншоты наших лидеров. Сколько они зарабатывают по лидерской программе? Пожалуйста, 34 тысячи евро за месяц. 58 тысяч евро за месяц, 65 тысяч евро за месяц. Это все в месяц. 100 тысяч евро в месяц. Вдумайтесь в цифры. Я не скажу, что это будет мгновенно, но к таким результатам вполне можно прийти. То есть, вот что такое лидерская программа, лидерская карьера. Итак, еще раз смотрите. По этапам. Первая цель – быстро заработать свои первые тысячу или две тысячи евро. 7-8 партнеров в структуре. Следующие, примерно, берем промежуточные, 25-50, кто какую цель ставит. И основная планка, вот первая планка, к которой надо подойти, 70-75 партнеров в структуре, чтобы у вас быстро включилась лидерская программа. Вот тогда вы увидите, насколько это интересно и привлекательно. Там возможности открываются шикарные просто. О надежности и гарантиях. Потому что людям всегда это важно и это правильно. Здесь можно много рассказывать, скажем, какую-то теорию, да, что, да, у нас все замечательно, у нас есть госрегистрация, у нас аудитор один из лучших в мире, компания сдает финансовые отчетности же квартально. То есть все это замечательно, все это классно, вот. Но, скажем, для обычных людей, ну да, ну да, все это есть, все это хорошо. Поэтому я об этом говорить не буду, да, у нас есть офисы в разных странах. Все это классно, все свой продукт, все шикарно. Я просто вам покажу скриншоты. Пожалуйста, у клиента в хранилище золото на 109 тысяч евро. На 109 тысяч. И клиент не переживает, не волнуется, что у него куда-то что-то пропадет. Это я говорю для тех, кто, знаете, есть такие, скажем, люди, которые говорят, да, я вот сейчас там, ага, а если с моими там 450 евро что-то случится? У клиента на 109 тысяч евро в компании золото хранится, и он не переживает, что оно куда-то исчезнет. Пожалуйста, следующий скриншот. Ценные бумаги, программа по ценным бумагам. У клиента ценных бумаг на 670 тысяч евро, больше, чем на полмиллиона евро. И клиент не переживает, что его там 450 евро куда-то пропадут. Это я к надежности и к гарантии. Есть у нас и шикарные призы, великолепные подарки. Именно призы и подарки, да, у нас есть и часы Rolex, есть у нас и часы золотые Rolex, есть у нас и путешествия в Дубай, автомобили Mercedes. Мерседес, да, все это есть. Причем, обращу ваше внимание на такой момент, есть компании сетевые, которые дарят своим, значит, дистрибьюторам дарят Мерседесы. Да, дарят, в кавычках беру это слово дарят, потому что там дарения нет. То есть там дают Мерседес, но клиент за него платит кредит, то есть он его покупает в кредит фактически. У нас такого обмана нет, у нас все по-честному. То есть если это подарок, значит это подарок, то есть за него клиент ничего не платит. Все эти призы, подарки у нас есть. Есть у нас и шикарные круизы, есть у нас и карта золотая на сумму 1 миллион евро. То есть все это есть, все это реально, все это работает. Буквально на конференции, которая, большая конференция ежегодно у нас проходит, традиционно в Мюнхене. В этом году, наверное, будет в другом городе. Так вот, на мюнхенской конференции в ноябре именно по новой программе, которая вот стартовала, скажем, совсем недавно программа по ценным бумагам. По этой программе наши первые уже где-то 20, наверное, 20 наших клиентов, инвесторов получили свои первые роликсы, получили золотые роликсы и поездки в Дубай. Следующие там уже пойдут мерседесы. То есть все реально, все работает, все по-честному. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать в мир успеха, в мир золота и в мир денег. Это коротко то, что я вам хотел сказать о тех возможностях, которые у нас здесь есть. Сейчас, пожалуйста, я в вашем распоряжении. Можно задавать вопросы. С удовольствием на них отвечу. И пока готовятся вопросы, хочу обратить ваше внимание на некоторые важные моменты. Особенно сейчас это больше будет касаться не новичков, а наших тех клиентов, кто уже работает в партнерской программе. Хотя для новичков, наверное, тоже будет интересно. Именно как начать, с какой суммы стартовать эффективно. Мы посчитали разные варианты. Есть у нас разные возможности, скажу сразу, на любой, как говорится, вкус и кошелек. Есть у нас программы, особенно по инвестициям, которые на десятки тысяч евро можно сразу стартовать. Но мы сейчас это не берем. Мы не берем крупных инвесторов. У нас есть такие, которые по 100-150 тысяч евро сразу инвестируют. Мы берем сейчас обычных людей, скажем так, со средним или выше среднего доходом. Итак, с чего лучше? 450 – программа по золоту, 1800 – программа по ценным бумагам. Это оптимальный вариант. Оптимальный. То есть можно больше, но для старта этого вполне достаточно. Если у вас есть большая возможность, скажем, проинвестировать денег, это можно и нужно сделать, просто это надо сделать грамотно. Для старта вот это вам вполне хватит. Это очень хороший вариант. Следующий. 450 и 450. Мы о нем говорили. Это хороший вариант. То есть 450 – программа по золоту, 450 – по ценным бумагам. Можно взять по отдельности программу, допустим. Либо ту, либо другую. По отдельности. Ну, это нормально. Пойдем. Можно и так стартовать. И есть у нас еще одна программа, которая начинается с 275 евро. Здесь я поставил три вопросительных знака. Почему? Я сейчас объясню. Потому что столкнулся с такой, скажем, дилеммой у наших клиентов, кто работает в партнерской программе. Допустим, есть, скажем, потенциальный клиент, ему все понравилось, он говорит, да, хорошо, я готов стартовать, да. Но я, пожалуй, наверное, буду стартовать с 275. Это же меньше. То есть меньше денег нужно на старте. Так, звук пропал. Дорогие друзья, пожалуйста, если у вас пропадает звук, пожалуйста, перезайдите в конференц-зал. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, что если пропал звук, просто перезайдите в конференц-зал, и звук появится. Итак, 275. Это, казалось бы, да, меньше на старте, да. Но давайте посмотрим все-таки эффективность, да. Поскольку все нужно считать в цифрах, давайте посмотрим. Итак, все познается в сравнении. Вот у вас новичок, два варианта для старта. 275, либо 450. Что посоветовать клиенту, да. Итак, давайте. 275. Что получит клиент в этом случае? Примерно 5 партнеров в структуре, первые 100 евро он заработал, да. Если он стартует с 450, примерно 7 партнеров в структуре, 5, 7, да, ну, примерно порядок цифр одинаковый, но получает он на выходе 1000 евро. Вот сравните 100 евро на выходе и 1000 евро на выходе, да. Разницу видите. А на старте всего лишь разница между 275 и 450. Видите, дельта, 175. То есть 275 у него есть, пожалуйста, найди еще 175 и стартуй лучше с 450. Потому что на выходе у тебя будет на 900 евро больше. 175 в начале надо доплатить, зато на выходе у тебя будет больше, гораздо больше, да. Так вот, пожалуйста, дорогие коллеги, прежде чем говорить человеку, что давай, ладно, стартуй с 275, так и быть, да. Потому что зачастую, скажем, партнер, спонсор там вышестоящий, да, он сам находится в таблице 275 и давай туда всех ставить в эту таблицу, да. Это, конечно, хорошо, это можно делать, но прежде чем это делать, пожалуйста, нарисуйте хотя бы на листочке своему потенциальному клиенту вот такую простую схемку. А дальше пусть он сам решит, что ему лучше, да. 275 и 450, то есть что он получит на выходе. Вот такие цифры. Итак, давайте, пожалуйста, теперь по вопросам. Значит, что у нас по вопросам? Вопросов пока нет. Так, вопросов нет. Не слышно, звука нет. Еще раз. У меня звук идет, то есть я вижу, что звук есть. Пожалуйста, перезайдите. То есть напишите крупными буквами, большими буквами, у кого пропал звук, перезагрузите страничку. Да, окей. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, какие-то, если есть вопросы, с удовольствием задавайте. Значит, пока готовятся вопросы, важное, может быть, объявление, что на 20 марта, ну 20 марта, так скажем, 99%, что именно вот эта дата, у нас запланировано открытие офиса в Дели, в Индии. Звук очень часто прерывается. Ну, по крайней мере, перезайдите еще раз, пожалуйста, дорогие друзья. Перезайдите в конференц-зал, я думаю, все будет работать. К сожалению, техника, что делать, да, техника иногда сбоит. Итак, открытие офиса в Дели запланировано на 20 марта. Конечно, там будет много, собственно, клиентов из Индии, то есть из того региона. Но если у кого-то есть возможность, пожалуйста, приезжайте. Будет отдельно еще объявление в бэк-офисах, именно по открытию офиса. Так что смотрите за, скажем, за объявлениями. И у кого есть возможность, приезжайте в Индию. Я думаю, там будет интересно. Значит, так, так, так. Андрей, вопрос. Какой процент на ввод денег? У нас нет никаких процентов, то есть можете оплатить через банк там. То есть у нас процентов нет. Банк берет, да, какую-то свою комиссию. Если это перевод по Европе, там, по-моему, 3,5 евро стоит. Если не ЕС страны, ну, где-то 25, может быть, евро. Независимо от суммы. То есть, ну, примерно банковская комиссия, где-то максимум 25 евро. К сожалению, это не наша прихоть. Банки берут свое, бесплатно они работать не хотят, поэтому комиссия вот такая. На вывод денег тоже у нас комиссии никакой нет. Точно так же, то есть стоит банковский перевод. Так, вопрос. У вас есть испанские клиенты или русскоязычные? Да, конечно, есть, есть. То есть русскоязычных очень много. Из Испании клиентов я не скажу, что много, но достаточно. А испаноговорящих очень много. То есть практически вся Латинская Америка очень много. Так, звук пропал. Запись будет. Я делаю запись, если кому-то нужно будет, посмотрите в интернете. Так, вы будете в Индии на открытии офиса? Да, я планирую обязательно в Индию поехать. То есть если каких-то там чрезвычайных событий не будет, обязательно поеду в Индию. Потому что я в Индии не был ни разу, мне интересно. Вот, скажем, Европа, там Латинская Америка. Ну, Европа это уже как дом родной, то есть тут по несколько раз в год в разных странах бываю. А вот в Индии ни разу не был, поэтому мне интересно. И посмотреть, и Дели посмотреть, конечно, открыть офисы с лидерами, увидеться, пообщаться. То есть классно. Так, многие боятся после хайпов заходить, какие доводы приводить в пользу компании? Ну, боятся, пусть не заходят. То есть интересно сравнивать хайп с нормальной товарной компанией. То есть боятся, не надо им сюда заходить. Какие доводы приводить в пользу компании? Да, довод такой, мы не хайп. Вот и все, какой довод. То есть если вы были в хайпах, то придите в нормальную фирму и поработайте. Сразу будет понятно, что к чему. То есть хайпы, финансовые пирамиды, мы от них держимся подальше. И не надо нас с хайпами и с финансовыми пирамидами сравнивать. Это совсем разные вещи. Так, вы сделали вопрос. Хотела бы узнать, что в Стуркмении смогут люди там работать? Да, можно, можно работать там все. Единственное, что надо будет посмотреть, как у них там с оплатой. То есть как банки работают. Потому что на моей памяти были какие-то там проблемы, какие-то шероховатости с банками. То есть не все банки что-то переводили как-то так. Но я думаю, сейчас проблем нет. Работают, то есть у нас клиенты из 200 стран мира. Где-то больше клиентов, где-то меньше. Но из разных стран, пожалуйста. Из Узбекистана сейчас клиентов все больше и больше. Я думаю, в Туркмении проблем никаких нет, пожалуйста. У нас все законно, все официально. То есть это не хайп, это не пирамида, где они там через какие-то веб-мани там друг к другу деньги гоняют непонятно куда. У нас все официально. Официальный счет от компании, официальный слифт-перевод через банк. Все официально, все законно. То есть проблем никаких нет. Так, Евгений, вопрос. Задали вопрос. Почему у Global Intercom нет регистрации на территории Индии для торговли золота? Ну, мне интересно, нужна ли она. Итак, значит, это не совсем верно, потому что для Индии компания открыла специально представительство там, на территории Индии. Там же офис, там же банковский счет в банке, где клиенты из Индии могут делать платежи в национальной валюте. То есть все там есть. То есть есть регистрация на территории Индии, то есть все там есть, все там нормально. Так, как долго выводятся деньги, можно ли на карту выводить? Значит, банковский перевод бывает по-разному. То есть стандартно три банковских дня бывает больше, бывает меньше. По времени по-разному. Значит, можно ли на карту выводить? Да, можно, без проблем. То есть вы выводите деньги на свой банковский счет, к которому у вас привязана карта. То есть не напрямую на карту, а на какой-то банковский счет. Значит, что касательно непосредственно карты, у нас компания сейчас вплотную, вот буквально вчера разговаривал с президентом компании на эту тему как раз. То есть подвижки идут не так быстро, как бы хотелось, но я думаю, должно все это у нас заработать опять. У нас была своя карта, своя карта. Это отдельная карта, то есть европейская, куда клиенты могли выводить деньги, оттуда переводить деньги. Значит, сейчас работы очень активно ведутся в этом направлении, чтобы такая же возможность опять у клиентов была. То есть своя карта, своя платежная система и именно на эту карту, чтобы могли клиента выводить. Потому что для многих это важно, то есть многие клиенты говорят, не хочу там светиться где-то у себя в стране, чтобы на какой-нибудь Сбербанк деньги поступали, да, будет скоро такая возможность. Так, на какой уровень дохода можно выйти новичку с минимальным вкладом? Хороший вопрос, но, во-первых, вкладов у нас нет, то есть компания вкладами не занимается, это ни хайп, ни пирамида. Значит, да, нужен стартовый капитал, но эти деньги клиент тратит либо на золото, то есть он за свои деньги получает либо золото, либо ценные бумаги. То есть это не вклад, да, это реальная покупка ценных бумаг, либо физического золота в сликах. Значит, вкладов нет. На какой уровень можно выйти новичку, скажем, с минимальным стартовым капиталом? Я вам показывал пример на уровень дохода, да. Стартуетесь, 450, 7-8 партнеров у вас в структуре, небольшая структурка, 7-8 человек, первую тысячу вы заработали. А дальше там по возрастающей, в принципе, ограничений нет. Но я все-таки рекомендую, если у вас есть возможность, 450 плюс 450, потому что заработать можно гораздо больше. Так, идем далее. Алла Гагарина. Так, хотелось бы уточнить на конференцию «Израиль» будет ли доставка золота, которая есть у клиентов в бэк-офисе, и что для этого нужно. Итак, значит, вопрос этот я возобновлю, что-то у меня как-то он выпал, потому что я помню по конференции в «Израиле», как-то я сконцентрировался на том, чтобы у нас кто-то был из руководства. Обязательно на этой конференции, это важно. И я думаю, этот вопрос на 99% решится положительно. Значит, и второй вот этот вопросик по доставке слиточков я сейчас проработаю. По тому, что кто-то у нас будет на этой конференции за руководством компании, ну, вопрос почти решенный. Так, идем далее. В какое время планируется выпуск банковских карт? Значит, по картам сложно сказать по времени, то есть много факторов, которые зависят ни от компании, ни от руководства компании, там от всевозможных инстанций. Сложно сказать, как это будет по времени, но работа очень активно в этом направлении ведется. То есть сейчас уже есть у компании все лицензии на банковскую и платежную систему. То есть все есть, ну, что-то там делают, дорабатывают еще. Так, Юрий, вопрос. А насколько я узнал, из Крыма люди не могут из-за санкций осуществлять свифт-переводы? Банки там второго сорта основных нет, пока из-за санкций выходит из Крыма, с крымской пропиской. Людям пока нет возможности нормально, полноценно работать. Не знаю, как там по ситуации с банками, мне сложно сказать. Но если вот такое реально, как вы говорите, ну, тогда проблема. То есть у нас все платежи через банк, поэтому здесь что можно посоветовать? Есть, допустим, если есть возможность переводить на, ну, допустим, Сбербанк, на Сбербанк, там, ну, условно, на московский, на питерский, там, на красноярский, неважно, да, в рублях, то как-то вопрос можно решить. Потому что у нас есть возможность еще, скажем, внутренние переводы, там, между клиентами есть такая возможность. Есть возможность купоны покупать, то есть что-то можно придумать. Но если вот проблема со свифт-переводами, то, конечно, это тяжеловато. Но в любом случае такие ситуации бывают, и выход мы всегда какой-то находим. Поэтому, может быть, это будет не, скажем, эффективность, там, не стопроцентная, но до 90% эффективности мы вполне можем обеспечить, в общем, наем варианты, как это сделать. Так, Оксана, вопрос. Могут ли в компании терминировать клиенты, если да, то за какие действия? Да, могут, это в договоре прописано, то есть могут за, скажем, за то, что клиент нарушает условия программы, искажает информацию о программе и так далее. То есть за это могут ограничить доступ к бэк-офису. И плюс отдельно для тех, кто в лидерской программе для лидеров, для них есть особые, скажем, требования. Все-таки это лидеры, на которых обычные клиенты должны равняться. То есть если лидер нарушает этические правила ведения бизнеса, да, там, и так далее. То есть за такие моменты могут лишить статус лидера. То есть такое тоже может быть. В других каких-то, в остальных случаях проблем никаких нет. То есть не надо просто искажать программу, не надо рассказывать какие-то сказки о нас. И никаких проблем не будет. То есть сама программа у нас понятная, простая, доступная. Поэтому проблем, ну, как-то на моей памяти, скажем, чтобы кому-то закрыли. Бывали случаи, допустим, да, на моей памяти, когда, скажем, клиент уходил из компании, так хлопнув дверью, как говорится, да, то есть там оскорбляя руководство компании, саму компанию, да, ну, да, таким клиентам, как бы, закрывали доступ к аккаунту. В остальных случаях, как бы, все нормально. Так, если у меня документ на верификацию подтверждения адреса написан на грузинском, мне нужно перевести на латинский, потому что здесь, в основном, все квитанции пишут на грузинском. Значит, нужно вам, Гузель, обратиться к вышестоящим лидерам. У нас такие случаи бывают, потому что из разных стран, где-то там на японском, на корейском, там на еврите, допустим, выход есть из этой ситуации. То есть отдельно переводить через какого-то переводчика, там, нотариально заверять не нужно, сразу говорю, то есть гораздо проще это все делается. Поэтому свяжитесь с вышестоящими лидерами, вот, и вариант решения для вас будет. То есть все это гораздо проще делается. Так, идем далее по вопросам. Так, пока больше вопросов я не вижу. Так, пока больше вопросов нет. Ну что ж, может быть, сейчас еще будут какие-то вопросы. Значит, что я вам сказал по Индии? Я вам сказал, когда планируется, значит, конференция в Израиле. Для тех, кто не знает, у нас планируется 11 апреля, тоже, если есть возможность, пожалуйста, приезжайте. То есть много наших лидеров там собирается классных. Плюс Израиль в апреле шикарно, великолепная погода. Мы не просто работаем, не просто у нас конференции, конечно, мы еще и запланируем какие-то интересные поездки. То есть, ну, Израиль, сами понимаете, там есть куда поехать, есть что посмотреть. Тем более, все это компактно. Вот. Будет интересно. Поэтому возможность есть. Запланируйте себе поездку на 11 апреля в Израиле. Если кто не знает, пожалуйста, также можно в чатах связаться. У нас есть чаты командные. Напишите. Наши лидеры, вот, Раиса Базиан, вот, пожалуйста, она здесь вот написала. Добро пожаловать, ждем всех. Она вам все подскажет, расскажет. Вот. Великолепно. В прошлом году, по крайней мере, я был на конференции в Израиле. Мне очень понравилось. Во-первых, ну, у нас и так люди хорошие все, да, все хорошие, все классные. Но там были очень интересные люди, очень. То есть, скажем, контингент, да, по возрасту от 18 до 100, 103 года. Да, Раиса может меня поправить, 103 года, да, вот такой у нас, скажем, разброс по возрасту наших клиентов, наших инвесторов. Так, а когда планируете ближайшую следующую конференцию? Ну, если касательно онлайн-конференции, у меня каждую среду, так у нас каждый день проходит. Вот мои по средам. Марк Марцинковский у нас проводит, то есть хорошие спикеры. Вот, каждый день у нас вебинары онлайн. Значит, что касательно таких конференций, то я, ну, езжу по разным странам. Вот сейчас, допустим, Индия, посмотрим Израиль, там еще в Болгарию приглашают, то есть по разным странам. Совсем недавно в Греции был, вот, то есть езжу по разным. Ну, скорее всего, наверное, ближайший это будет все-таки в Дели, то есть куда я поеду. Значит, что касательно, скажем, большой нашей Global Convention, который у нас традиционно в ноябре. Ну, скорее всего, что это будет не Мюнхен, как я вам уже сказал, да, это будет другой город. Ну, дождемся официального объявления от компании. Вот, ну, я думаю, что будет интересно так же, как всегда, или даже еще лучше. Так, когда в Россию? Значит, в Россию посмотрим, то есть если сейчас посмотрим, как по возможностям. Хотелось бы, конечно, в Москве сделать тоже большую конференцию летом, то есть либо там июнь, июль, что-то вот на это время. Потому что, ну, как бы, клиентов много в России и, ну, в столице, то есть в Питере у нас проходят, допустим, конференции, но это немножко больше такое, скажем, мероприятие тусовочное, да, скажем так. Мероприятие у нас, это получается где-то 21-22 июня, то есть вот этот самый, самый длинный день, самая короткая ночь, это в Питере там алые паруса проходят, то есть и у нас как бы вот организуют лидеры там в Питере эти мероприятия, но больше такой тусовочный. Ну, тоже классно, я на нескольких таких был, очень интересно, но хотелось бы все-таки именно такую рабочую, хорошую конференцию сделать в Москве. И так, дорогие друзья, так, ну что ж, благодарю вас за вопросы, благодарю, что нашли время поприсутствовать сегодня на вебинаре. Как я всегда говорю, что-то полезное вы для себя сегодня извлекли, и вы уже на один шаг впереди тех, кто у нас сегодня здесь не был. Я с вами прощаюсь до следующей встречи, за расписанием, пожалуйста, следите. Всем желаю успехов, здоровья, благополучия и процветания. Все, увидимся, всем успехов, пока. Субтитры сделал DimaTorzok